народ привет сегодня снимаем в таком формате смотрим понравится нет значит что у нас сегодня повестки дня есть у нас аккум 2s есть аккум 3s но не все регуляторы поддерживают 3s сегодня на повестке у меня в планах значит через специальное устройство через плату понизить вольтаж сейчас сделаем такой как бы переходничок понизить вольтаж чтобы входило получается у нас у 3s 11 1 вольт а у 2s 74 и вот чтобы на выходе было из большого в маленький такой переход соответственно 3s аккумулятор будет хватать намного дольше вот с этим переходничком и использовать его можно будет на многих других устройствах так что попробуем и посмотрим что из этого получится значит первым делом нам понадобится тестер будем проверять дальше нам понадобится паяльник вот этот убираем аккумулятор плата понадобится дальше нам понадобится наша коробочка с проводами нам понадобится гнездо я использую x60 вот и нам понадобится штекер и вот такой ну соответственно и провода еще вот вот такой переходник у нас должен получиться регулироваться все будет у нас как я понимаю вот этим сопротивлением ни разу еще я это дело не паял будем смотреть что из этого получится так что мы сначала припаиваем сюда и потом уже будем сопротивлением мерить вольтаж на выходе и смотреть какой нам нужен ну что понеслось так сделал такие два проводочка сейчас я их зачищаю пока греется паяльник так здесь мне понадобится третья рука так ну что первым делом залудим все провода ну вот облудил я значит проводочки так теперь надо залудить надо залудить как-то так вторая у меня уже есть поехали на xc 60 плюс у нас квадратный но где квадратная сторона минус где скошенная вот такие вот у нас две штучки получились так вот так вот 1 2 2 2 2 Добро пожаловать на наш канал. Так, поехали. Вход. Так, есть вход и теперь выход. Вот так вот у нас получилось. Паяльник пока выключим. Дальше берем аккумулятор, втыкаем, вот загорелся индикатор. Так, и мы включаем тестер. Тестер мы ставим, значит, на 20 вольт. У нас рон там больше нет. И проверяем плюс и минус. Так, на данный момент... Сейчас по-другому будем мерить. Так, на входе у нас... На входе у нас 12,6... 12,65... Так, не видно вам. Вот так вот. Но все равно будет клеер с тормашками. 12,65... Хотя, должно быть 12,6... Так, ну что, надо проверяем. Полностью заряженный 3С аккумулятор выдает нам 12,6 вольт. Проверяем. Даже 12,65... Где-то тестер, наверное, брешет. Ну ладно. Так, 12,65... Это у нас... Вот. А мы делаем, чтобы он у нас выдавал 8,4. 8,4. Как на аккумуляторе 2С. Там полностью заряженный будет 8,4. Проверяем. Так, 6,35. Настраиваем. Нам надо сделать 8,4. Крутим. 6,6. 7. 8,3. 8,4. Максимально заряженный получается... Как он? 2С аккумулятора. 4,2 на банку. 8,4. Это максимальный ток. Ну что. Всё. Ещё раз замер. Здесь у нас с вами 12,6. Здесь у нас с вами 8,4. 8,4. Микросхема готова. Теперь мы берём... Значит, выключаем мы тестер. Берём мы вот такую широкую термоусадку. Кладём сюда нашу аппаратуру. Чтобы не было доступа у нас, чтобы её крутить. Ещё раз тестируем. Ещё раз тестируем. Тестируем уже на выходе. Минус, плюс, плюс, 8,4. Всё. Выдёргиваем. И... Не знаю. Такую большую штукенцию ни разу я не запаивал. Не заделывал. Греем. Греем сначала снизу. Можем был, наверное, даже фен, что ли взять. Вот, потихонечку усаживаем. Краюшки заводим. Оболакиваем всё. Ну и хорош. Самое главное, доступа нет к регулятору. Вот такой вот переходничок у нас появился. Возьмём и на нём напишем 8,4 вольта. Всё. Можно рисовать, как на нём было нарисовано. Оттуда. Сюда. Вот и всё. Вот такой переходничок у нас готов. Можно отправляться на покатушки. Всё. Всем пока. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, как говорят. До новых встреч. Пока.